Оперативная обстановка в ряде районов Приморья из-за третьей волны паводков за прошедшие сутки резко ухудшилась. Такую информацию накануне озвучили на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧАЭС, режим которого действует в регионе уже больше недели. В зоне подтопления, по информации, находится 805 жилых домов, электроснабжение, отсутствует 24 населенных пунктах. Во многих из них не работает сотовая связь. Была проведена перегруппировка сил и средств. Дополнительные группы спасателей, техника и оборудование направлены в пострадавшие районы. Роспотребнадзор отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации на подтопленных территориях. В районах начата вакцинация населения против гепатита А и других заболеваний. Кроме того, введена дополнительная подготовка питьевой воды на очистных станциях. Накануне о ходе восстановительных работ по видеосвязи доложили командующему войсками Восточного округа генерал-полковнику Сергею Суровикину в зоне бедствия работают сводные отряды военных. Они доставляют продукты, медикаменты в отрезанные паводком населенные пункты. Зачастую им приходится буквально по метру продвигаться вперед, разбирая по пути завалы. Но кроме того, военнослужащие участвуют и в восстановлении инфраструктуры поселков, ремонтируют разрушенные мосты и дороги. В основном, основная задача организовать в форме проведения тактиковских самих учений с инженерными войсками, войсками связи, разведки, радиационно-химической и биологической защитой, подразделениями и системами материально-технического и медицинского обеспечения.